Викторина с самой-самой. География — наука о Земле. Наша планета до сих пор хранит в себе множество загадок. На протяжении всей истории человечества люди всегда стремились узнать как можно больше информации об уникальных особенностях планеты Земля. География изучает Землю во всех ее аспектах. От ее физической структуры и природных ресурсов до социально-экономической организации общества. Знание географии является важным и полезным навыком для каждого человека. Именно география даст ответы на вопросы, какое самое глубокое озеро Земли, какой материк самый большой, какой океан самый маленький, а насколько хорошо вы знаете географию. Давайте узнаем это, ответив на ряд интересных вопросов. Приступим. Начнем с самого простого вопроса. Назовите самый высокий континент на Земле. Подсказка. Он также является самым южным и самым холодным континентом на нашей планете. Это Антарктида. Единственный незаселенный и неосвоенный континент Земли. Антарктида полностью покрыта льдом и снегом. Лишь у побережья материка находятся отдельные оазисы. Это небольшие, свободные от льда и снега, участки территории вблизи побережья. Антарктида является домом для множества животных, таких как пингвины, тюлени, киты и морские птицы. Здесь также можно увидеть невероятные природные явления, например, северное сияние. Поскольку Антарктида находится так близко к Южному полюсу, здесь очень холодно, и температура может опускаться до минус 80 градусов Цельсия. Из-за своего удаленного положения Антарктида является одним из самых недоступных мест на Земле. Территория этого материка не принадлежит ни одному государству. Здесь нет постоянного населения. Единственные люди, которые живут на этих негостеприимных землях, это ученые. Следующий вопрос. Назовите реку, имеющую самый большой бассейн. Подсказка. Эта река считается самой полноводной в мире. Это Амазонка. Самая большая река в мире по объему воды и площади водосборного бассейна. Она протекает через Южную Америку и впадает в Атлантический океан. Амазонка известна своим уникальным биологическим разнообразием. В ее водах обитает около 3000 видов рыб, а сама река является домом для множества видов растений и животных, включая редких и уникальных. Это одна из самых богатых экосистем на планете. Третий вопрос. Какое название имеет самый высокий водопад в мире? Подсказка. Данный водопад расположен в Венесуэле. Это Анхель. Высочайший водопад в мире, общая высота которого составляет 979 метров. Высота непрерывного свободного падения воды здесь достигает 807 метров. Это настолько высоко, что прежде чем достичь земли, вода распыляется на мельчайшие частицы и превращается в туман. Сам туман от водопада можно ощущать за несколько километров. Анхель расположен в достаточно дикой местности, в тропических лесах Венесуэлы. Добраться до него можно только по воздуху или по реке на моторной лодке. Внимание, вопрос. Назовите самую большую параллель на карте и глобусе. Подсказка. Это условная линия на поверхности Земли, которую проводят на равном расстоянии от северного и южного полюсов. Это экватор. Его принято называть еще нулевой параллелью. Пятый вопрос. Как называется самая большая планета Солнечной системы? Подсказка. Это пятая по удаленности от Солнца планеты. Крупнейшей планетой Солнечной системы является Юпитер. Если сравнивать Юпитер с Землей, то масса Юпитера больше массы Земли почти в 320 раз. Юпитер — это гигантская газовая планета, не имеющая твердой поверхности. Следующий вопрос. Назовите самый большой материк Земли. Подсказка. Этому материку принадлежит около одной трети суши планеты. Крупнейший материк Земли — Евразия. Он объединяет две части света — Европу и Азию. Евразию омывают четыре океана — Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый. Седьмой вопрос. Назовите самый маленький континент на Земле. Подсказка. Материк также является самым засушливым на нашей планете. Это Австралия. Континент, который расположен в восточном и южном полушариях Земли. В Австралии живет около 200 тысяч видов животных. При этом многие из них являются эндемиками. Это те животные, которые живут только в ограниченном ареале и больше не встречаются в других местах нашей планеты. Интересный факт. Вся территория материка является основной частью одноименного государства. Внимание, вопрос. Как называется самая большая в мире жаркая пустыня? Подсказка. Расположена она в Северной Африке. Сахара. Это крупнейшая по площади жаркая пустыня в мире. Она известна своим суровым климатом, с высокими температурами и очень малым количеством осадков. Она также содержит самые высокие песчаные дюны в мире. В пустыне Сахара живут некоторые животные, такие как верблюды и скорпионы, которые адаптировались к экстремальным условиям. Пустыня Сахара является важным туристическим и культурным местом, привлекающим множество посетителей со всего мира. Интересный факт. Сахара постоянно увеличивается. Каждый год южная граница Сахары сдвигается к югу на 6-10 километров. Девятый вопрос. Какой остров самый большой в мире? Подсказка. Остров расположен на северо-востоке Северной Америки. Крупнейший на Земле остров Гренландия. Остров омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Является автономной территориальной единицей в составе Дании. Гренландия известна своими ледниками и айсбергами, а также уникальной природой, включая горы, фьорды и тундру. На острове проживает небольшое количество населения, преимущественно эскимосы и датчане. Гренландия также является популярным местом для экотуризма и исследования арктической природы. Десятый вопрос. Назовите самый большой по площади океан Земли. Подсказка. Это еще и самый глубокий океан нашей планеты. Крупнейшим океаном Земли является Тихий океан. Расположен между материками Евразии и Австралии на западе, Северной и Южной Америкой на востоке. Наибольшая глубина Тихого океана и всего мирового океана 10994 метра в Марианском жёлобе. Название Тихий океан удал еще Фернан Магеллан. Путешественнику посчастливилось не встретить штормов на своем пути в этом океане. Как затем оказалось, из всех океанов Тихий океан самый неспокойный, потому что именно здесь происходит большинство ураганов и штормов на Земле. А на этот вопрос ответят лишь самые продвинутые географы. Какая африканская страна имеет самое большое население? Подсказка. Это государство в Западной Африке омывается водами Атлантического океана. Это Нигерия. Далеко не самое крупное государство на африканском континенте, однако оно занимает первое место по численности населения среди всех африканских стран. А еще Нигерия является крупнейшим в Африке производителем нефти и нефтепродуктов. Двенадцатый вопрос. Назовите самый изученный и освоенный океан Земли. Подсказка. Это второй по величине и глубине океан на нашей планете. Самым изученным и освоенным океаном Земли является Атлантический океан. Он расположен между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе. Наибольшая глубина Атлантического океана составляет 8742 метра. Это желоб Пуэрто-Рико. Внимание, вопрос. Как называется самый большой на Земле природный объект, Образованный живыми организмами? Подсказка. Этот объект находится в Тихом океане, Протянувшись вдоль северо-восточного побережья Австралии. Это Большой барьерный риф. Крупнейший в мире коралловый риф. Он насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. Большой барьерный риф является уникальной экосистемой, Которая поражает красотой и разнообразием флоры и фауны. На рифе обитают более 350 видов кораллов, Которые отличаются между собой по цвету, форме и размеру. В 1981 году Большой барьерный риф был признан объектом мирового наследия. Следующий вопрос довольно сложный. Какое название имеет самый высокий действующий вулкан в Европе? Подсказка. Этот вулкан расположен в Италии, на восточном побережье Сицилии. Это вулкан Этна. Он занимает территорию площадью 1190 квадратных километров, Таким образом, являясь самым высоким активным вулканом Италии, Превосходящим своего ближайшего соперника Везувий более чем в 2,5 раза. Интересный факт. Затвердевшая лава вулкана довольно прочный и долговечный материал. Монастыри, дворцы, дома. Все это построено из него в Катане. Это город-порт, расположенный на восточном побережье острова Сицилия У подножия вулкана Этна. Пятнадцатый вопрос. Назовите самое глубокое озеро на Земле. Подсказка. Озеро также является крупнейшим природным резервуаром пресной воды. Это озеро Байкал. Настоящая жемчужина России. Расположенная в южной части Восточной Сибири. Интересный факт. Если вдруг на планете пропадет вода, Байкал сможет обеспечивать водой человечества еще 5 лет. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Большая часть видов животных эндемична. Внимание, вопрос. Какое название имеет самый крупный на Земле замкнутый водоем? Подсказка. Это озеро может классифицироваться и как самое большое бесточное озеро, и как полноценное море из-за своих размеров, а также по причине того, что его ложи сложены земной корой океанического типа. Итак, это Каспийское море. Расположено оно на стыке Европы и Азии. Следующий вопрос. Будьте внимательны. Как называется самое большое по площади пресное озеро в мире? Подсказка. Это озеро расположено в Северной Америке. Это озеро Верхнее. Самое крупное и глубокое озеро в системе Великих озер. Озеро Верхнее находится на границе Канады и США. На этот вопрос смогут ответить лишь истинные знатоки географии. Назовите самое маленькое море на планете. Подсказка. Это море является частью Атлантического океана. Это мраморное море. Внимание, вопрос. Назовите самую высокую гору на Земле. Подсказка. Эта гора находится в горной системе Гималаев. Это гора Джамалунгма или по-другому еще Эверест. Гора расположена на границе между Тибетом и Непалом. Высота ее составляет 8 848 метров над уровнем моря. И, наконец, последний, двадцатый вопрос. Как называется самый крупный полуостров в мире? Подсказка. Расположен он в Юго-Западной Азии. Это Аравийский полуостров. На востоке омывается водами Персидского и Аманского залива. На юге — Аравийским морем и Аденским заливом. На западе — Красным морем. Интересный факт. Аравийский полуостров почти полностью покрыт песчаными и каменистыми пустынями. На этом все. Если вы правильно ответили на все вопросы, а их было 20 штук, то вы можете гордиться собой. Вы прекрасно знаете географию. Если нет, то не отчаивайтесь. Терпение и труд — все перетрут. Успехов вам в изучении такого интереснейшего предмета, как география.